Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека. Как всегда, благодарны вам за ваше внимание и за ваше доверие. Не забудьте этому видео поставить ваш лайк, подписаться на канал и, конечно же, пишите ваши вопросы или комментарии. Сегодня с нами на связи интересный гость Сергей Гайдай. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Рад вас видеть. Спасибо, это взаимно. Сергей, мы начнем с вами с темы, которую, мне кажется, сейчас обрасывают западные СМИ и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба довольно лаконично ответил. Западные СМИ продолжают штамповать пессимистические статьи о контрнаступлении ВСУ и The Washington Post пишет, что у Украины заканчиваются варианты, поскольку контрнаступление застопорилось, продвижение ВСУ ограничено горсткой деревень, российские же войска продвигаются вперед на севере, конфликт заходит в тупик, международная поддержка может ослабнуть. Ну и в конце говорят о том, что украинцы не имеют достаточного количества летальных аппаратов для нанесения удара вглубь территории Российской Федерации, чтобы подорвать волю России к войне. Ну вот на такие статьи неназванных чиновников, генералов и аналитиков отреагировал глава МИД Кулеба и посоветовал им быть осторожнее в своих прогнозах. Сергей, я хотел бы вас и спросить, и узнать ваше мнение. Значит ли это, что на Западе уже склоняются к такому варианту, ну как бы, что контрнаступление действительно провалилось, и о чем намекают на Западе? Нет ли такого подогрева к переговорам и, скажем так, пересмотру наших планов? Эдуард, вот смотрите, первое, на Западе, говорите вы, Запад очень большой, кто, где, там очень разные люди, очень разные политические силы и очень по-разному убежденные персонажи, которые, есть пресса, которая пишет одно, есть пресса, которая пишет другое, поэтому такого, знаете, на Западе об этом говорить очень сложно, там есть очень разные мнения, есть явно про российские настроения, среди некоторых даже республиканцев, республиканских журналистов, есть тотальное неверие в способности Украины, скажем так, нести победу, почему? Потому что они не очень понимают Украину как страну, потому что, с одной стороны, мы показали свою способность практически за первый год уничтожить кадровую армию России, которая собиралась парадным маршем пройти по Крещатику, и это реально произошло, что их удивило, потому что они ожидали реально, что неделя не больше и Украины больше как независимого государства нету. С другой стороны, тот уровень коррупции, тот уровень неэффективности управления этой страной их поражает, они не могут разобраться, где же настоящая Украина. Ответ очень простой, а на самом деле, вот, знаете, я недавно в узких кругах привел такой пример, посмотрел американский сериал, который называется «Переполненная комната», о очень необычном явлении в природе человека. Оказывается, в крайне редких случаях некий внутренний стресс рождает в очень редких людях, это психологи до сих пор, психоаналитики по этому поводу спорят, может ли быть такой диагноз, когда несколько личностей живут в одном теле, причем могут, ну скажем так, вот, та базовая личность, которая изначально была человеком, не знать о существовании других личностей, которые живут в его сознании. Да? И поэтому, когда вы общаетесь с таким человеком, вы не можете понять, а сейчас с вами кто говорит? Тело-то одно и то же, а в теле мужчины может быть девушка с вами разговаривать, или взрослый человек в теле мальчика. Это крайне необычное явление, это очень похоже на какую-то фантастику, поэтому в это трудно поверить. Но вот сериал «Переполненная комната» об этом, там подросток, уходя от детского насилия, у него сознание так поменялось, что там родилось много личностей, которые его по жизни как бы спасали, это была такая форма защиты. Он попадает в суд, и только психоаналитик, главная героиня сериала, начинает понимать, что это не один и тот же человек. Но это довольно известное явление, там самый такой скандальный случай, который был, это случай, когда чуть ли больше 20 личностей жило в одном человеке. Вот, и когда один совершает преступление, то второй об этом не знает, хотя действовало одно и то же тело. Вот смотрите, в Украине точно живет две цивилизации. И когда Запад с нами общается, он не всегда может понять, а с какой цивилизацией он общается. Смотрите, первая цивилизация, с которой, в общем-то, дело иметь очень неприятно. В основном эта цивилизация живет в украинском государственном аппарате. Во-первых, первое, этот аппарат огромен. Мы в субботу собирались с узким клубом, знающих людей. Я задал вопрос, ребята, до сих пор не могу получить ответ, сколько чиновников работает в украинском госаппарате. Вот сколько этих чиновников, да, сколько их. Мне там говорят, ну подожди, вот в интернет зашли там 200 тысяч. Кто-то говорит, да нет, вот написано 300 тысяч, вот 400 тысяч. И там у нас был, не буду называть кто, судья антикоррупционного суда. Знаете, у нас в Украине есть еще одна личность, третья. Это антикоррупционные органы. С одной стороны, они относятся к госаппарату у нас, с другой стороны, они не подконтрольны к традиционному госаппарату, а управляются, в основном подчиняются западным инвесторам, которые захотели, чтобы у нас такие органы были. Он говорит, я могу сказать сколько? Говорит, больше миллиона. Почему? Потому что декларации электронные подают чиновники, и там точно известно количество деклараций. Сколько людей себя считают работниками госаппарата. Просто они ведь у нас не только, вот извините, в министерствах на Грушевского, Банково и в центре Киева, где министерства расположены. У нас госаппарат это огромная вертикаль. Сколько бы нам ни рассказывали, ни имитировали децентрализацию. Реального, чтобы вы понимали, самоуправления в Украине нету по такому западному образцу, который стоило бы создать. И это во многом поменяло бы очень ситуацию в стране. У нас есть имитация местного самоуправления. Избирают некоторые органы власти. У нас там избираемые есть местные власти, но они полностью подконтрольные центральной вертикали. Ну объясню вам, кстати, вот в городе, где избрали мэра, все равно присутствует и центрального аппарата МВД, который может его арестовать. Где это самоуправление? Второе. Ни один из громад не собирает своих налогов. Налоги собираются центральным налоговой инспекцией, где потом вам сверху дают деньги. Но это же не самоуправление, когда вам дают деньги. Да. Так вот децентрализацию стали называть то, что стали больше денег давать для Алексеевича Порошенко. Это не децентрализация. Децентрализация, когда вам дают полномочия. Когда отдельная громада обладает практически всеми необходимыми полномочиями. Сама избирает мэра, сама избирает прокуроров, сама избирает судей, сама собирает свои налоги, сама избирает еще огромное количество органов власти между собой, кстати, независимых. Потому когда мне кричат, что ты за местное самоуправление топишь, это же власть князьков местных. Нет. Если вы избираете нормальное самоуправление, где прокурор, избранный вами, может предъявить обвинение избранному уже вами шерифу, который нарушил закон, то никаких местных князьков нет. Но это отдельный разговор. У нас времени не так много. Вот. Так вот, возвращаясь назад. Госаппарат — это миллион чиновников. Это, прежде всего, тотальное неуважение к населению. Вы когда-нибудь видели, чтобы у нас госаппарат давал нормальный сервис государственный нашему населению? Нет. Это тотальная коррупция, известная теперь на весь мир, когда даже во время войны они умудряются красть миллионами в долларах, покупать себе маедки за рубежом, строить здесь, создавать схемы, вместо лозунга «Все для фронта, для победы». А есть другая цивилизация. Это гражданское общество, зародыш которого появился в 91-м году, закалялся на Майдане, на протестах, на сопротивление власти, во время выборов и так далее. И Запад не может понять, а с кем он имеет дело. Смотрите, не госаппарат пошел в первые дни войны, в первые дни вторжения 24-го числа, военкоматы, а еще некоторые прихватив собственное оружие. Не госаппарат, гражданское сообщество пошло. Вот сейчас, смотрите, во время войны произошло действительно удивительное сращение небольшое. С одной стороны, есть госаппарат, нами ненавидимый, мы им недовольны, там воруют, там позволяют себе сделать так, что существует волонтерское движение. Вот, смотрите, существование волонтерского движения любому чиновнику, начиная с министра обороны, любому чиновнику Министерства обороны, должно быть не гордость, чем они гордятся, а невероятным позором. Потому что именно волонтерское движение существует, потому что Министерство обороны работает крайне неэффективно, не обеспечивая всем необходимым армию. По идее, у них должно быть лозунг висеть над Министерством обороны, уничтожим волонтерское движение. Чтобы любой человек, желающий помочь фронту, получал с фронта сообщение. Ребят, не надо. У нас всего достаточно. Мин, вооружение, еды, аптечек полно. Не тратьте свои деньги. Налаживайте свою мирную жизнь, которую мы тут на фронте будем эффективно оборонять, потому что Министерство обороны всем обеспечило. Наличие волонтерского движения означает того, что недорабатывает или очень эффективно работает Министерство обороны. Для них это должно быть позором, страшным. Но, тем не менее, 2000 чиновников Министерства обороны непонятно, чем занимаются. Но мы знаем, чем они занимаются. Поэтому Запад не знает, с кем иметь дело. Они не хотят помогать коррумпированным чиновникам, но, с другой стороны, они четко понимают, что если гражданское общество Украины, взявшее в руки оружие, не победит диктатора Путина, это начало Третьей мировой войны. Это такой же позор, как у них, например, у Соединенных Штатов было в Афганистане, когда они вкачивали туда деньги помощи, вооружение. В тот режим, который возглавлял Афганистан. А он пал за две недели. Потому что реально они армию не создавали, реформы в стране не делали. Поэтому Талибан был альтернативой, который захватил все это оружие и выгнал этот режим, который оказался в щен коррумпированным, с теми же маедками где-то в Испании. И так далее. Они такой Украины не хотят. Но они не знают, что делать. Они не понимают, что делать с этой страной, с кем они сейчас говорят? С гражданским обществом Украины? Или они говорят с продажным госаппаратом, который мало чем отличается, извините меня, от того, что в Кремле происходит. Только более-менее эффективно. Потому что в Кремле все-таки ресурсов побольше. Есть ядерное оружие. Может быть, с Кремлем надо разговаривать. Поэтому, смотрите, я бы менял наш нарратив. Во-первых, мне не нравится, когда мы бесконечно обсуждаем помощь Западу. Нам надо обсуждать, что мы должны сделать для того, чтобы одержать однозначную полную победу над врагом. Что мы должны делать? Кстати, вот к вашим словам, когда вы вспомнили о 1991-м годе, была информация недавно, что угроза никуда не исчезнет, даже после того, когда мы выйдем на границу 1991-го года. Потому что нашим соседом остается Россия, которая в любой момент может опять на нас напасть. Об этом напомнил Дмитрий Марченко, это генерал, и при этом генерал-майор ВСУ. Он сообщил, что как бы нам не было трудно, мы отвоюем свою землю и будем жить в полной боевой готовности, чтобы при необходимости достойно встретить своего врага. И вот теперь убираем, как вы говорите, фактор западной помощи. Вообще не берем его внимания. И при тех факторах, которые вы ранее также перечислили, коим образом тогда повлияет на эту систему, чтобы вновь не повторилось, и чтобы мы потом не бегали к соседам и не спрашивали о помощи? Знаете, Эдуард, мне надоело быть, как вам сказать, президентом этой страны в эфирах. Я знаю, что надо делать. Это очевидно. У меня вопрос, почему этого не знает банковая? Почему это не знают те люди, которые это зависят? Первое, что бы я сделал. Тотальное сокращение госаппарата. Он нам не нужен в таком количестве. Миллион человек, которые работают неэффективно, не нужны. Я привык, когда меня учили управленческим технологиям, что эффективность любой системы, особенно системы управления, повышается уменьшением количества персонала и расширением количества... И вернее так, не расширением, а улучшением качества функций. То есть, грубо говоря, если говорить нормально, никогда у вас 2000 чиновников Министерства обороны не могут обеспечить армию, а когда 100 человек Министерства обороны делают все, что волонтеры не нужны. Когда полностью закрывают потребности армии. Это первое. Сокращение тотальное. Куча министерств нам не нужны. Нам не нужно Министерство культуры, где непонятно, чем занимаются. Вы что думаете, с исчезновением Министерства культуры исчезнет культура в стране? Нет. Более того, нужно ли финансировать культуру из госбюджета? При закрытии оборонных вопросов нужно во время войны делать заказы. Но для этого не нужно чиновники Министерства, которые пилят бюджет. Вот. Вы как думаете, при исчезновении Министерства сельского хозяйства у нас исчезнет сельское хозяйство? Да давно уже фермеры и агрохолдинги живут без этого Министерства. Нормально, на свободном рынке. Второе. Оставить очень маленькое количество эффективных менеджеров, кризисных менеджеров и наладить управление во время войны. Когда бюрократии нету, когда решение принимается здесь и сейчас, когда любой человек, который задерживает решение подписания бумажкой, расстреливается, это управление во время войны. Именно так. Когда остаются только те, кто показывает эффективный результат, если не показывают к черту, просто не должны находиться в управлении. Второе. Отпускается экономика. Отпускается экономика, потому что по-другому она не работает. Никаких проверок, никаких инспекций, все эти люди к черту увольняются. Я вам более скажу, увольняется вся таможня, вся налоговая инспекция. К черту увольняется. Более того, предлагается им альтернатива. Например, на фронт. Они же служат государству. Нет? Тогда, извините меня, к черту. Налоги можно собирать без 70 тысяч налоговиков. Таможенный контроль можно осуществлять без тысяч, десятков тысяч таможенников. Там живет коррупция. Эта территория должна быть зачищена. Их не должно быть. И так подходится к очень многим органам управления. Вот это, это надо сейчас делать. И, к сожалению, это может себе позволить, можно сделать только двумя способами. Первый. Революция. Люди выходят на Майдан и жестко выметают из чиновников, из кабинетов, включая президента. Сойти. Нужен нам такой способ? Нет. Это гибель страны. Значит, тогда это может произойти только с осознанием людей, облеченных властью. А у нас их немного. В основном один. Он сидит на банках. Он должен это понятие осознать, потому что ему нужна победа, в том числе, так же, как и нам. Такое, да. Вот он должен поменять окружение, которое ему говорит совсем другое. Которое держит его в теплой ванне, о том, что его все любят, о том, что в стране все прекрасно, там кое-где есть какие-то недостатки, но мы уже скоро победим. Это все неправда. Нужно отрезвление. Второе. Сменить информационную повестку. Прекратить рассказывать людям, что мы воюем против армии орков, которые вот-вот разбегутся, и мы вот-вот победим. Потому что у нас уже есть леопарды, а завтра дают F-16. Это неправда. Леопарды ничего не изменили на фронте. С той стороны воюет серьезный противник. С серьезными ресурсами готовы воевать. Да, мы совершили подвиг всей страной, особенно военной. Мы уничтожили кадровую армию в первый год, но пришла другая армия, мобилизованная и готовая воевать. Та армия не готова была воевать, а мы были готовы. Которая закопалась, заминировала и не готова отдавать ни 5 нашей земли из-под оккупации. Более того, они наладили ВПК, у нас ВПК нету. Это третий вопрос. Надо наладить ВПК. Надо производить собственную бронетехнику, надо производить собственные мины, снаряды, артиллерию. Можно под натовский стандарт. И нужно под натовский стандарт, чтобы та помощь, которая идет с запада, тоже была до 155 миллиметров. снаряды, а не 152 по советскому стандарту. Да, мы не сможем производить самолеты. До этого еще далеко. Но танки точно сможем. Если зададимся целью, денег в стране более чем достаточно и кворуют огромными количествами. Сокращение аппарата, эффективное управление и направление всех средств не в местные бюджеты, на благоустрии, откуда пилят откатами местные чиновники, а направление на фронт, дадут свой результат. Смотрите, и это повлияет на запад. Когда запад видит страну, которая сопротивляется, эффективно управляет ресурсами, а помощь будет всегда. Потому что они заинтересованы в этой помощи. Когда они видят коррумпированную страну, которая неэффективно воюет, и там нет эффективного управления, они все время размышляют, а стоит ли помогать или не стоит помогать. Сергей, как вы относитесь к этой инициативе, которую сейчас бурно обсуждают в средствах массовой информации по поводу того, что украинцы смогут заработать на заплачение коррупции. И там на ПК, если не ошибаюсь, готовы 10% платить от сорванной схемы. Но уже пошучивают, говорят, но зачастую откаты, конечно же, побольше бывают. У нас в стране долгое время ни президент Порошенко, ни президент Зеленский не воспользовались опытом и возможностями такого, как Саакашвили. Вот среди моих знакомых, а я с Михаилом был дружен лично, был человек, который показал, что коррупцию можно истребить полностью. И совсем не теми дурацкими методами, которые они озвучивают. Коррупцию уничтожают двумя способами. Первое. Не отравдимостью наказания, а не тем, что у нас происходит, когда коррупционеров действительно сажают. Население Грузии, мне кажется, не больше 4 миллионов, а то и 3, по-моему, если не ошибаюсь. Саакашвили посадил 25 тысяч чиновников в тюрьмы. Им пришлось достраивать тюрьмы, чтобы туда ушли коррупционеры. Когда рассказывают, что даже расстрелы на них не действуют, это неправда. В Китае расстрелят коррупционеров, поверьте, там уровня такого коррупции, как и в Украине, и близко нет. Потому что там коррупционеров расстреливают. Надо хотя бы сажать на долгие сроки. Без права амнистии и без права залога. Это первое. Система не хочет бороться с коррупцией, потому что даже создание высшего антикоррупционного суда у нас канализировано. Потому что наш Верховный суд напрочь корруппированный может отменить его решение. Поэтому все коррупционеры тихо посмеиваются. Будут выпущены, как во время спортивной рыбалки. Вы рыбку поймали, сфотографировали, а теперь отпустите назад ее в озеро. Это первое. Второе. Уничтожается сама возможность коррупции. Я вам только что описал. Антикоррупционные схемы. Вы хотите, чтобы не было коррупции в налоговой? Уничтожьте саму налоговую. Она не нужна для сбора налогов. Хватит банковской системы собирать с вас налогов, причем в автоматическом режиме. Вы хотите, чтобы на таможне не брали, а там огромная коррупция? Сделайте так, чтобы вы растамаживали свои грузы не на границе, где у вас проверяют просто паспорта пограничники. Таможенника там не должно быть. А растамаживали, как в Грузии, в отделе юстиции. Сами приходили, растамаживали свой груз автоматически. И коррупции не будет. Если вы огромное количество того, что зависит сегодня от бюрократа, от чиновника, передадите, либо в безчем... Вот как вам сказать? Уберете фактор человека, когда процедура происходит автоматически сама, вы оформили в ДИИ заявку, она пошла автоматически. Никакая тетушка, ни дядюшка не решает подписать, не подписать, и не требует вас собрать 20 справок, а просто автоматически зарегистрировали что-нибудь. И так далее. Оказали вам госслугу, там не будет коррупции. Когда вы сокращаете количество людей, которые работают, и они становятся прозрачными. Почему эффективно местное самоуправление? Да, у вас оно все за забором живет. Вы видите, как он живет, на чем он ездит, с кем он общается, и какой бизнес имеет, если вы избрали его в органы местной власти. Поэтому он у вас под контролем. Вы не изберете его, когда вы чувствуете, что человек, будучи судьей, резко живет уже непосредством через 2-3 года. Значит, ему заносит. Плюс вы хорошо знаете, какие решения он принимает, потому что он принимает решения по вашим соседям, друзьям, которые живут в вашей громаде. Поэтому маленькое количество чиновников, которые видны и на виду, это и есть уничтожение коррупции. Плюс неотвратимость наказания. А все остальные придумочки, это уход от темы. И Грузия это показала. Они посадили всех коррупционеров и создали схемы работы госаппарата, при которой коррупция просто невозможна. Например, налоговый кодекс у них состоит из 5 налогов, ясных, нормальных и прозрачных, которые могут уже сегодня собираться в автоматическом режиме. И где никакой к вам не имеет права прийти инспектор, чтобы остановить ваше предприятие или арестовать налоговую декларацию. Просто такой функции нет. ее не должно быть. Поэтому, друзья, берите пример с Грузии. Сергей, я еще хочу... Вы и Саакашвили. Потому что, к сожалению, одну реформу он до конца не довел. Он не довел реформу независимого суда. И сегодня этот суд, к сожалению, Михаила посадил в тюрьму. А власть была азурпирована его врагами. Вот. Тут тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Но то, что до 12-го года коррупция системно в Грузии просто отсутствовала, это да. Это показывает, что с ней можно бороться. Да не так. Ее можно полностью ликвидировать, не бороться. Потому что у нас куча людей зарабатывают огромные деньги на бесконечной борьбе с коррупцией. Ее просто надо ликвидировать. И очень быстро ликвидировать. Пару месяцев хватит, поверьте мне, если действительно поставить такую цель и задаться такой целью. Я еще напоследок хочу вас спросить мнение тут на первом плане обложки нового журнала НВ «Бывшее новое время». Под заглавием «Люди, приближающие победу» изображен шоумен и волонтер Сергей Притула. Вот как раз президент Владимир Зеленский позади. Ну и также ближе к, скажем так, к галерке разместили и главкома ВСУ Валерия Залужного. Многие начали задаваться как такое вообще возможно воюющей стране, но потом, видимо, нашли ответы о том, что такое возможно, когда издание принадлежит Фиале и может это он готовит очередной какой-то политический проект по указанию Запада того же. Что вы думаете по этому поводу? Или просто, скажем так, такая расстановка у дизайнера? И первое, второе, третье. Это может быть расстановка у дизайнера, это может быть мнение главного редактора, что вот так вот по значимости их расположить. Но по указанию Запада Фиала не очень я в это верю, честно говоря, про указания Запада. Но то, что Запад ищет выход, не майдановский выход, а того, как побороть коррупцию, потому что им надо помогать стране, они хотят, чтобы Украина не была сломлена в этой войне. и понимают, что что надо делать с коррупцией, это выбор. То есть они, думаю, сегодня дают все сигналы банковые о том, что выборы надо провести. Если не этой осенью, как положено по закону, то следующей весной, невзирая на военное положение. Но вы, как политолог, подскажите, правильно ли было бы, вернее, не то, что вы правильно. Я политтехнолог. Политехнолог, прошу прощения. Вот как раз по технологиям было бы правильно заявить как раз довольно известного шоумена, который помогает людям, помогает в СУ. И тут Сергей Притулов выходит, того, которого многие знают, и из него создавать какой-то отдельный политический проект. Эдуард, скажите мне, я видел мельком эту обложку в Фейсбуке, а там отсутствует Петр Ильич Порошенко, Если не ошибаюсь, то да, его нет. Это, конечно, беда. Потому что он будет очень обижен, он себя видит главным волонтером этой страны и так далее. Я не знаю, почему Притула является самым крупным там, но поверьте мне, что станет для Притула политическим проектом он давно таким является. Он является с момента, когда он стал членом партии «Голос». Ну, не членом партия, а пошел в список. «Голоса». Во-вторых, он баллотировался как независимый кандидат, по-моему, как независимый кандидат в мэри Киеву, поэтому он давно в политике. Другое дело, соответствует ли Притула тем запросам истории и вызовам истории, которые стоят сегодня перед новой элитой или контрэлитой, скажем, он контрэлита. Ну, те, кто желает, кто не во власти, но желает стать властью, называется во всем мире контрэлита. Тут у меня есть сомнения. Я не слышал от Притулы, кроме классных... Вот как, смотрите, вот ровно как меня когда-то Кличко устраивал абсолютно как боксер, он был гордостью страны, и я с удовольствием следил за его карьерой, желал ему каждый раз победить в очередном матче. И ровно так, как гражданин Украины и житель Киева, он мне не устраивает как мэр. То есть, категорически не устраивает как мэр. Не потому, что он мне не нравится, потому что я четко понимаю, где он проваливает мэрство, и насколько Киев, как город, проигрывает с таким мэром, очень серьезно проигрывает, и во время войны, и до войны. Ровно так же мне нравился юморист Притула, вот ровно так же у меня нет уверенности, что ему надо идти в политику. Я не слышал от него, кроме общей риторики за все хорошее против всего плохого. Как волонтер, да, так извините меня, молодец, как волонтер. Правда, там есть вопросы, но я не разбирался в этом хайпе, насколько он эффективно работает как волонтерский проект. Мне хватает того, что я делаю свои маленькие волонтерские проекты, но у меня все проще. Я собираю небольшое количество денег и помогаю конкретному человеку, которого я лично знаю, который на фронте, говорит Сергей, вот нам необходимо вот это, я вот это вот ему там, заставляю. Я хотя бы уверен, что, условно говоря, то есть я не собираю миллионы гривен, да, но что вот конкретно там автомобиль, который нам удалось купить, оборудовать, он прибывает к этому человеку, еще мне потом присылает как-то этот автомобиль там работает, служит, и что он там делает. Вот. Как волонтер, меня устраивает. Как политик, я ни разу от него не слышал ничего такого, чтобы мне сказала, о, это точно политик, но в новой волны он понимает, что делать со страной. Ну, так это очень ко многим людям у меня такая претензия. Я пока не вижу эффективной контрэлиты, которая бы говорила и демонстрировала, что они готовы стать новой эффективной элитой и обеспечить все то, о чем мы с вами сейчас в эфире говорили. И что сегодня необходимо для нашей победы и вообще для выживания этой страны, которую мы так все любим. Уважаемые зрители, если у вас также есть свои претензии, пожелания, комментарии, обязательно напишите под этим видео. Для нас это очень важно. И, конечно же, каждый из нас, я думаю, пускай прикладывает максимально усилия, которые от него возможно и зависят для того, чтобы эту страну изменить. Ну и, конечно же, начнем сами с себя. Сергей, благодарен вам за участие и, конечно же, за ваш профессиональный взгляд на эти вопросы. Нашим зрителям хочу напомнить, друзья, не забудьте этому видео также и поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, пишите ваши вопросы и пожелания. Сергей, до новых встреч на нашем канале.